Так, кто боится видеть что-то страшное из кишечника, ещё и с частицами кишечника, можете просто слушать. Убрать там телефон или в сторону. Я, короче, сейчас вам покажу. Так, на счёт раз-два-три. Так, раз-два-три. Всё, я предупредил. А вот это, скорее всего, похоже ещё на червя. Более такое тело какое-то плотное. А вот это уже точно биоплёнка. Это то, что вот выходило у участников на голодании. Часто мы думали, что это паразиты. Но вроде как не совсем на паразитов похоже. Была куча теорий, что это кто-то желчь, кто-то говорит сухая лимфа. Короче, куча этих теорий. Но как оказалось, и всё логично, это вот биоплёнки. Потому что в кишечнике столько бактерий. Ну, там уж биоплёнки влёгкую могут попадаться. Если во рту они появляются, то в кишечнике точно. Ну, наша микрофлора, она их не продуцирует. Но если патогенка, то продуцирует. Это видео вы сказали, что вы будете смотреть их. Это точно биоплёнки. Но они из-за того, что такие длинные же выходят, все думают, что это черви. Вот вообще не черви. Они часто длинные, потому что у нас же кишечник длинный. Они так и формируют по длине кишечника. И часто эти штуки путали с червями. И, в принципе, я когда видел, тоже я... Блин, ну, вроде бы какие-то ошмётки. Вот это тоже биоплёнки переваренные. Тут более плотнее как бы. Всё-таки чаще биоплёнки выходят. Я просто не все фотки прям сильно искал, то, что скидывали. Потому что у меня на самом деле больше скидывали. Но в основном, вот я как помню, вот такие длинные... Есть ещё, я даже на одном морфоне тоже показывал. Они, в принципе, вот такие длинные. Но как слизь такая. Слизь, и в ней как будто какой-то ил. Чаще вот на такое похоже. Такая длинная штука, и в ней как будто ил такой. Она воняет. В принципе, это слизь такая. И что за паразит, типа? Вот был самый главный вопрос. Его ни с кем идентифицировать нельзя было. Ни с какими-то таксакарами, этими аскаридами. Ни на что особо не похоже. Ни на бычьи цепни всякие. И у зожников много теорий по этому поводу было. Но всё оказалось проще. Это биоплёнки. Чьи биоплёнки? Биоплёнки, которые защищали какие-то организмы, по бактерии. А вы смотрели вчерашний этот? Я, к сожалению, урывками смотрел. Я в дороге был. А, ну, желательно посмотреть. Вы как бы поймёте. Сейчас вы смотрите отрывок из лекции, которую я провёл у себя в закрытом телеграм-канале. Полную версию лекции вы можете найти у меня в закрытой группе «Мастерская здоровья». Но на самом деле в группе очень много уникальной информации. Тут вы найдёте и противовоспалительные протоколы, антигрибковые, антикандидные программы. Низкогликемические рецепты, которые я выкладываю в своей группе, очень подходят для антикандидного протокола, противовоспалительного, также для тех, у кого нарушен углеводный обмен, то есть это диабет, инсулино-резистентность. Ну и такое питание идеально подходит, чтобы наладить микрофлору. Ну и каждый месяц я в этой группе провожу марафоны по каскадному голоданию. Поэтому в довесах всей информации, которая уже находится в этой группе, у подписчиков есть возможность при желании со мной каждый месяц голодать. Например, следующий марафон я проведу 16 марта. Для тех, кто желает попасть в мою группу, ссылку на подписку оставлю в описании под этим видео. Мы когда в крови, я вам показывал под микроскопом биопленки эти, то там плотность этих бактерий была не такая высокая. А вот я вам сейчас покажу плотность в кишечнике. Это прям друг на друге эти бактерии. Вот смотрите, какая плотность. Высоченная плотность. То есть если мы видели там в кефире каком-то, одна здесь бактерия, одна здесь лактобактерия, одна здесь. Здесь они прям штабелями. Очень высокая, там в 12 степени, по-моему, в кишечнике плотность. И эти организмы, микроорганизмы все такие разнообразные. И плотность высоченная. И понятное дело, что их биопленки тоже будут плотные. А могу и вопрос задать? Да. Здравствуйте всем. А вот как их там много у нас? Дело все в том, что, я сейчас скажу, вот этот шок меня просто поразил. Это было не вчера я голодала, сегодня я на соках в воде, а день раньше, да? И когда я, значит, сделала в течение дня две клизмы кофейные, я там никогда ничего не смотрела, но сделала и все. А потом вечером как-то не очень себя чувствовала, я взяла, сделала на травах клизму. Ну, думаю, пойду спать. И что самое интересное было, когда я, получается, там же все чисто, там ничего нету в кишечнике. Когда я посмотрела, вообще ничего нету. И вдруг вышло вот такое, что вы сейчас показывали. И оно прям такое, сантиметров, наверное, у меня было восемь. Я так, я, наверное, минут пять смотрела. Очень длинные они, да-да-да-да. Да, шептись такой. Сейчас, когда вы предупреждали не смотреть, не смотреть, я думаю, что ж не буду смотреть. И смотрю, так это же вот такое у меня вышло. Но только я почему ее увидела, может, она и раньше выходила. Поэтому я задаю вопрос. Может, где-то, никто же не знает, сколько, где они там прилепились, они же там просто въедаются у нас. В кишечнике, как я понимаю. Если редко голодать, то их очень много образуется, потому что на них всегда давят, получается, каловые массы. Поэтому один из вариантов, почему нужно иногда голодать, тоже вот вам стимулирующий момент. И, ну, бываю на воде, бываю сухое голодание. То есть как бы у меня организм в этом плане спокойно должен был воспринять это. И тут я такое увидела. Ни разу не видела. Не знаю, может, комбо сухое голодание плюс кофейные клизмы. Вот многим не нравится идея делать на сухом голодании клизмы. Типа это уже не сухое голодание. Но поверьте, вот очень часто на варафонах выходят. Вот причем уже на третий день. Я раньше, когда думал, что это паразиты, думал, рано. Для паразитов что-то рано. Они обычно на седьмой день мертвые выходят. А для этих штук вполне нормально. А я-то никогда не делала клизмы. Я вот с вами первый раз начинала. А, ну... Вот. И подумала, ой, да это они кофейные какие-то. Кофе где-то остался. Мы же сами себе домысливаем. Вот в чем дело. И сами заключение делаем. Так что у меня весной тоже такие выходили. На магнезии я голодала. Да, выходила. Кто-то еще может поделиться. Потому что здесь многие еще голодали. И, кстати, допустим, там, я помню, марафоны. Так, я здесь отвалился. Не, видно, слышно. Это, наверное, может быть, вот эта гидра, про которую все говорят. Это и есть билет. Ой, в легкую так напугать народ. Точно, гидра. Ну да, вот так вот пугает. Но вот как вы говорите, что это как типа одна большая клетка. Она же такая вот разваливается на части. Нет, это не клетка. В том-то и дело. Это их домик. Они себе создают. Их же много. Они же на протяжении всего кишечника. Вот мы видели биопленки под микроскопом. Ну а представьте, когда плотность высоченная их, и они себе домик сделали, они скрылись от других. От лактобактерий, к примеру, скрылись. Ну и все. Их никто не трогает. Они себе живут в своем мегаполисе. Колонии бактерий обычно держатся замкнуты, но иногда они могут объединять силы и создавать сложные живые структуры, микрогорода, называемые биопленками. Биопленку можно считать городом, где есть многоквартирные дома и башни, в которых бактерии внедрены в матрикс. Между ними образуются протоки, по которым идет пища, обмен питательных веществ между разными областями и башнями. Одни области биопленки выделяют вещества, которые потребляет другая область биопленки. Ученые до сих пор не знают, как бактерии между собой общаются, но вы представьте, просто задумайтесь, если наши симбионные микроорганизмы, которых около тысячи штаммов, они каким-то образом умудряются между собой там уживаться, причем видите, как они там плотно находятся, друг на дружке. Одна продуцирует для другой там один метаболит, та этот метаболит преобразует, продуцирует для другой. То есть они между собой живут в симбиозе, а что говорить, допустим, о патогенных? Одни могут продуцировать одни токсины, вытеснять тех, другие для тех бактерий могут продуцировать защитный скафандр, грубо говоря, защищать их. Короче, они могут так скоперироваться, как и наши симбионные, могут скоперироваться и продуцировать именно те бактериоцины, которые не вредят своим братьям, но при этом вредят патогенам. Так и те могут защититься от этого всего таким же образом. Про биотики и закваски, которые я сам лично использую, вы можете приобрести со скидкой по ссылке, которую я оставлю в описании под этим видео. А можно добавить про биоплёнки? Да, вообще будет здорово. Вот у меня, когда начало это всё выходить, там ещё месяц назад, я тоже перебугалась. Ну, то есть они выглядят действительно очень похоже на черви, то есть там такая прям плёнка плотная. Я прям испугалась, и отвезли в лабораторию с мужем, ну, прям вот по лабораторию, где там специалист посмотрела под микроскопом, ну, фактически сразу же через несколько часов, она сказала, что это не черви. То есть, ну, она не знает, что это такое, говорит, да, как плёнка, говорит, ну, это че не черви. Вот, ну, и потом вот у меня тут недавно тоже я встала в чате, то есть это вот прям как плёнки, только они похожи, короче, на червей, поэтому их путают. А как бы, а слизь, это слизь, её ни с чем не перепутаешь, она как, ну, как-то жилет. Вообще, да, без формы. Вообще, да, без формы. Да, без формы. А это плёнки очень похожи на червей, то есть если у кого-то будет, вот вы сразу подумаете, что это черви длинные. Ну, ладно. Вот я хотела, конечно, в лаборатории смотрели эту червь. Вообще здорово, что вы поделились вот этим опытом, который ставит тоже точку жирную в этом вопросе. Да они и не живые, видно, что они это. Но их какие-то микроорганизмы сформировали, понятное дело. Добрый вечер. Вообще, тема биоплёнок, она... Меня слышно? Да-да-да. Она не уникальна же. То есть биоплёнки, они и в природе существуют. И вот я просто смотрела какой-то фильм исследовательский, и там в качестве примера биоплёнки приводили слизь, которая скапливается на камнях в ручьях. То есть вот это тоже пример биоплёнки, где живут микроорганизмы, то есть они так защищаются. А биоплёнки есть такое... То есть это понятие, оно не только с человеком связано, и даже не только с природой. Вот есть понятие промышленности, когда на пищевых производствах там тоже есть такая проблема, когда убирают такими тяжёлыми химическими препаратами, пытаются избавиться от какой-то проблемы. И они не могут это сделать, потому что бактерии всё равно остаются. И когда стали эту тему изучать, вот они выяснили, что есть действительно... То есть колонии, бактерии, они в укромных местах через биоплёнки сохраняются, и потом, когда вот этот химический, вот этот химический, там, флорист или какой-то состав, он испаряется, они продолжают свою жизнь. И есть специальные препараты, биологические, которые растворяют эти биоплёнки. Вот здесь пишут, что... На сегодняшний день известно, что большинство бактерий существуют в природе не в виде свободно плавающих клеток, а в виде специфически организованных биоплёнок. Есть масса всем нам хорошо известных примеров, например, зубной налёт. Среди биоплёнок есть полезные, например, те, что защищают корни растений от биопатогенов, а есть и опасные, скажем, те, что образуются на поверхности медицинских катетеров или питательных трубок в больницах, вызывают дополнительные проблемы у пациентов. Причём известно, что сами бактерии в биоплёнках составляют лишь 5,35% массы биоплёнки, остальная часть — это межбактериальный матрикс. Такая форма существования предоставляет бактериям массу преимуществ в условиях воздействия неблагоприятных факторов внешней среды и организма хозяина. Микрофлора биоплёнки более устойчива к воздействию неблагоприятных факторов физической, химической и биологической природы по сравнению со свободно плавающими бактериями. Они оказались очень устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения, дегидратации и вирусам, антибиотикам и факторам иммунной защиты.